Новейшие российские военные разработки тестируются в ходе крупнейших в этом году учений Центр-2015. Автоматизированные средства радиоэлектронной борьбы могут не только блокировать передачу вражеской информации, но и защитить свои подразделения от радиоуправляемых боеприпасов. Средства незаметные, но очень эффективные, в том числе и для решения поставленных сегодня оперативных задач, которые решались в небе, на земле и на море. Репортаж Александра Батухова. Мотострелковая бригада из Самары отрабатывает на Астраханском полигоне Ашулук ситуацию, когда это подразделение, находясь на марше, неожиданно попало в засаду. По замыслу этих учений, бригаду атаковал условный противник, международная террористическая группировка. Задача подразделения за считанные секунды организовать оборону и отбить атаку противника. В помощь оказавшемуся в окружении подразделению вышло подкрепление. Вот сейчас они окружают противника и по замыслу этих учений через некоторое время противник будет уничтожен. Этот учебный бой длился недолго. Через 30 минут самарская бригада вновь продолжила свое движение к пункту назначения. Очень позитивно, что полное взаимопонимание между командованием 2-й армии, командованием воздушно-десантных войск именно при выполнении этой специальной операции. Ну и очень позитивно то, что подразделения, обозначающие действия противника, создают обстановку максимально приближенной к условиях реальных выполнения боевой задачи. Помимо полигона Ашулук, в этих армейских учениях Центр-2015 задействовано еще 19 полигонов Центрального и Южного военных округов. Учебные операции проводятся на земле, на воде и в воздухе. Так, экипажи штурмовиков Су-25 и вертолетов Ми-8 совершили пуски неуправляемых ракет, а пилоты и истребители Су-27 отработали элементы воздушного боя и прикрытия с воздуха. В данных учениях участвуют практически все типы самолетов Воздушно-космических сил, порядка 170 самолетов и вертолетов. Успешные стрельбы в рамках учений провела и Каспийская флотилия. Каждый из четырех катеров произвел два десятка артиллерийских выстрелов. Все морские мишени были поражены. Ракетные корабли и малоракетные корабли Каспийской флотилии будут принимать участие во всех эпизодах проведения данного учения, получая выполнение боевых упражнений. Эти учения Центр-2015 самые масштабные в этом году. По сути, это итоговый экзамен для военных, в котором задействованы почти 100 тысяч военнослужащих и 7 тысяч единиц техники российской армии. Помимо этого, в нескольких эпизодах тренировок примут участие представители Вооруженных сил Казахстана. А военные с делегацией Никарагуа будут работать в качестве наблюдателей. Эти учения продлятся неделю и завершатся 20 сентября. Александр Бутухов, Дмитрий Волков, Никита Чупин и Виктор Аверин. Первый канал из Астраханской области. Спасибо.